здравствуйте так здесь у нас тюльпаны вот этот ряд смотрите здесь лилии на выгонку тюльпаны на выгонку да и вот сегодня 15 ноября и у нас здесь весна 8 марта посмотрите какая красота 35 рублей тюльпаны белые сиреневые розовые не буду комментировать не буду сорта говорить просто наслажает наслаждайтесь красотой а а а и 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 вот я знаю при выгонке тюльпанов надо вот 14 градусов должно быть температура тут тоже вот знаете чревато осень хоть и снижение температуры но тем не менее все равно надо 14 вот как хочешь соблюдай ну датчики температуры в теплицах это ж не просто так там вот лилии а здесь высокие тюльпаны ну может они не высокие может это посудина такая вот лилии тоже цветоводам надо постараться выгнать посмотрите розовенькие белые сиреневые вот тоже я так думаю определенные сорта которые на выгонку здесь зелень от альстромерии здесь тоже как она лилии тюльпаны, лилии прям вот видите этот ряд вообще ну как-то полупустой но здесь вынуждены у каждого постоянное место свое и они вынуждены платить за год вперед хочешь не хочешь надо стараться чтобы это место оправдывать очень дорогое место подсолнушки ну и здесь я вам обещала что здесь сельскохозяйственный рынок здесь фрукты овощи даже не пойду туда там столько народу много вот хочу вот показать вам вот здесь вот тибой зимой он еще и поет стоит тут о красавец какой о перекликаются ой что-то я не вижу тут зелени а вон там так птички-птички невелички ой зимой такие прижались холодно слышите петухи перекликаются ну это корм для животных вот такие огромные кролики красавцы вот вот рыжики рыжики кролики ой вот эти кролы посмотрите какого размера ну сейчас мы не знаем вот если сравнить вот эти рыженькие да вот такого размера эти килограмм 15 это точно это нормально а вот кролик это тоже голуби вот кто увлекается голубями яйца домашние куры домашние пожалуйста так вот дошли мы до зелени здесь голуби у всех ой какие кролы огромные так ну вот вот это рынок зелень для букетов хочу сказать что это все недешево то есть я когда меня как-то попросили с Белореченской раз может ты ездишь привези нам зелени и выяснилось что цветы дешевле чем зелень поэтому даже не буду спрашивать чё почём знаю что дорого эвкалипт эвкалипт вот он таким с голубым отливом самшит елочки аппаратник капулечка никакого нету эвкалипт девочки по 100 рублей пучки большущие вот эвкалипт 100 рублей 500 там пучки уху пучки нету нету что это да 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 такой можно 150 более круглый одни ага понятно платки есть все есть подходите спрашивайте спасибо ой а там там вон в конце один эвкалипт здесь красят сухоцветы украшенные ну вот чтобы знали просто что здесь есть еще вот такой вот рынок зелени и они по-моему и работают так же ежедневно как и цветочный рынок тут даже прямо как с плодами плоды красотень какая давайте еще по продуктам уже как раз я уже выхожу из рынка пройдусь по продуктам и на выход все-таки краснодарский край тут немножко отличается у нас фрукты и овощи от основного от центральной России да поэтому не буду спрашивать цены если есть этикетки смотрите потому что народу много и это отнимает время хурма мандарины молочные продукты мясопродукты это все домашнее творог домашний сметана колбаса домашняя да яблочки виноград 120 100 ну надо сказать недешево у нас все это ну по нашим меркам знаете у нас и и пенсии здесь краснодарском крае я так считаю что ниже тоже минимальный прожиточный уровень и зарплата ниже ну естественно и цены может быть ниже чем где-то на севере поэтому все выравнивается все одинаково не завидуйте что у нас такие цены там или что-то у нас и достаток гораздо меньше ниже я хурму покажу вам это помидоры, помидорки, ага, хурма вы знаете, живу в Краснодарском крае, эту хурму никак не научилась определять, которая вяжет, которая нет и вот оказалось, что Витя купил участок с Галей в Адлере а у них огромный сад там, и уже плодоносящий с этой хурмой вот Витя привез свою хурму, попробовала вяжет она немножко постояла, ни в холодильнике, нигде, просто вот у нас на веранде стояла а потом, когда ее щупаешь, она мягкая, вот уже мягкая, которая дошла, называется и вот она тогда, сочная, без косточек, такая вот вкусная короче говоря, будем по блату есть хурму, фейхоа, вот компот из фейхоа сварили Галя там наварила столько банок, закрутила трехлитровых я набираю, а вот ну вот, тыпочка домашние яйца 80 рублей конечно, яйца подорожали ой, вот здесь мы покупали чай это вот белореченская какая-то компания и у него чаи такие вкусные, мы брали уже, вот надо будет прийти вот Иван чай это, знаете, раньше еще при России но не было, вот до революции у них не было такого чая, как вот чайный лист, чайное дерево а вот Иван пили, Иван чай и люди как-то меньше болели так что вот 200 рублей килограмм высушенный там на килограмм, наверное, не знаю, много выходит будешь пользоваться целый год, чай пить все прошли до свидания, друзья спасибо за внимание до свидания до свидания до свидания